Назревает 150-летие Рахманина. 1 апреля по новому стилю, представляете? А мы, наверное, вообще будем одни из первых, если не первыми в мире, кто уже откликается. Это пятый спектакль Васильева с нашим ансамблем, а знакомство с коллективом длится больше 10 лет. На сцене уже второе поколение танцоров, говорит балетмейстер. Хореографом на этот раз выступает Алексей Расторгуев. Работает с Алтаем впервые, и именно он предложил взять для постановки уникальную, по его словам, музыку Рахманинова. Рассказывает, что постарался воплотить на сцене свои ощущения от второго фортепианного концерта. Первая часть для меня и музыка, которая несет настроение, она является для меня надеждой. Надеждой на то, что будет со мной в жизни, с отдельными людьми, со всеми людьми. Вторая часть, ну, ярко выраженная любовь. И третья часть для меня в музыке Рахманин, это огромнейшая вера. Вот именно надежда, надежда на любовь, благодаря которой ты обретаешь веру. Работа над постановкой длилась месяц. Хореограф отмечает большой, в том числе и физический труд, который проделали танцоры в репетиционном зале. Работали по пять часов в день. Тем, что на данный момент получилось, доволен. К тому же, Василий всегда был рядом, помогал, подсказывал, докручивал. Здесь сложности свои были еще, знаете, когда мне сказали, что у нас же ансамбль все-таки здесь алтайский. И песни, и танцы, и песни тоже. А куда же песню? Вроде бы ее туда вместе с этим нехорошо будет. И по отношению к Рахману вообще передел. Да, но они должны быть. И вот они будут. И я сейчас смотрю уже. Боже Бог, слава тебе Господу. Абсолютно к месту. Сложно пришлось и художнику по костюмам. Ведь такая музыка требует минимализма. Поэтому в первой части в цветах постановки только черное и белое. А в других частях умолчал, оставил интригу на премьеру. Ну, конечно, этот спектакль, в первую очередь, про музыку. Про вот эту метафору между черным и белым. Между черными клавишами и белыми клавишами. Между добром и злом. Ну, в принципе, об этой полярности. Это очень и очень, мне кажется, хорошо сделано и бюллетмейстерам, и ребятами. И вот сейчас, надеюсь, мы доведем до конца. И у нас освещение будет еще. Но вот это, во всяком случае, пока, пока, пока. Я боюсь даже говорить, потому что все говорят, что у тебя черный глаз. Кажешь хорошо, обязательно какой-нибудь будет. Все ждут, как постановку воспримет зритель. К слову, ждать осталось недолго. Премьера Старорусского уезда в концертном зале Сибирь уже 5 октября. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Татьяна Голубева, Александр Антропов.